МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Убери книжку. Папа начинается. Бери книжку. На себя смотрят. Подожди. Интересно. Что ты читаешь? Стихи, папа. Что? Твоя любина, что милый образ творится. Не позволяет мне срукнуть лесницей. И стонет. У меня над головой тяжелый век. И дает закриться. Ни одного великана никуда не годится. Тебе еще рано читать стихи. Будешь их читать, когда подрастешь. Вот, возьми лучше сказки. Например, про катав сапога. И про мальчика с пальчиком. Вот именно. Очень увлекательно. И про синюю бороду. А тут семь про дворец. Не любишь ты моих друзей? Ну-ка, дай сюда книжку. Тебе наверняка не терпится танцевать и ужасно веселиться. Я бы почитал. Дай сюда. На тебя смотрят. Ваше величество. Сейчас, сейчас, сударь. Развлекись. Присмотрись к красавицам, которые приехали на бал. Вдруг какая-нибудь из них станет твоей женой. Папа, читать стихи не рад. А жениться не рад. Ну, кто сказал жениться? Секундочку. Я не сказал жениться. Я сказал присмотреться. А потом жениться. Представь, сынок. Пойру детишки. Я буду рассказывать им сказки. Да будет чудо. Чудо что такое? Ирина Валерьевна, я знаю, что в вашей работе вы большое внимание уделяете именно речи. Сценической речи. Вот об этом уже сказал Максим, что, наверное, для ребят самое главное, когда они приходят сюда еще со всем малышами, это, ну, правда, научиться говорить. И говорить правильно. И самое главное, не бояться сказать то, что ты хочешь сказать окружающим тебя людям. Да. Уметь выражать свои мысли логически, эмоционально. Потому что очень многих бывает, что переполняют эмоции, да, а высказать они не знают, как это сделать правильно. Вот. Поэтому мы занимаемся речью, дыханием правильным, сценическим. Мы занимаемся пластикой. То есть для каждого образа ищем свою пластику, чтобы один персонаж не был похож на другого. Но это естественно, как вообще актеры. Этим же самым занимаются актеры в профессиональных драматических театрах и музыкальных. Ну и более того, вы всегда работаете с очень хорошим материалом, с хорошим словом, с классическим материалом. Я уже не говорю о музыкальном оформлении, то есть это отдельная история, и этому тоже уделяется огромное внимание. Да, большое внимание, тем более, что у нас многие ребята занимаются еще и вокалом, и музыкой серьезно. Поэтому мы тоже это используем в своих спектаклях. Вот. И еще хочу сказать об одном, что театральные студии, вообще театр – это всегда праздник. И для тех, кто занимается, приходит в театральные студии, и для зрителей. Ведь, в принципе, для чего мы все это делали? Для того, чтобы пришли зрители, все это увидели, получили какой-то эмоциональный отклик. Да, ребят? Прозвучали, прозвенели, прогремели аплодисменты. Вот ради этого выходят актеры на сцену. Вот результат. Но достигается этот результат, конечно, трудом. Таким кропотливым. То есть и речи… Им всегда приятно. Да, иногда обижаются, иногда даже у нас и слезы бывают такие творческие. Вот. Да. Но тут кое-кто вспомнил о том, что бывает, да. Вот. Одному хочется сыграть определенную роль, но мы с Натальей Валерьевной понимаем, что надо все-таки направить в другую, в другое русло. Другой персонаж попробовать. Вот. Пробы, да. Все-таки выделить индивидуальность, чтобы каждый ребенок, каждый актер наш, он был раскрылся. Вот. Еще хочу такой момент, значит, не забыть сказать. Очень приятно, что ребята, они… Вот даже если у них какие-то занятия другие, вот чем-то они занимаются еще спортом, музыкой. Но всегда, когда у нас бывают дополнительные репетиции, на первом месте стоит театральная студия. Это очень приятно. Мы перенесем, мы отпросимся, Ирина Валерьевна, мы всегда будем. То есть это железно. Вот это вот. Ирина Валерьевна, чем встречается новый сезон, чем будете радовать зрителей в этом году? В этом году у нас грядут, я надеюсь, к Новому году, у нас будет две премьеры. Это спектакль «Девочка, где ты живешь» по пьесе Михаила Рощина. И будет спектакль «Снежная королева», такие зимние сказки. В двух разных группах, в старшей и в средней. Вот. Малыши у нас тоже активно сейчас работают, но они работают над отрывками. Может быть, в конце года, уже потом летом, они сыграют еще спектакль. Но пока мы не будем говорить, какой. Это будет сюрприз. Сюрприз. Обязательно в нашу следующую встречу вы расскажете, поделитесь. И еще один хотим сделать вечер в этом году, юбилей. Наталья Ваенна, напомните, сколько? Иван Андреевич Крылов. 250 лет со дня рождения известного баснописца Ивана Андреевича Крылова, любимого всеми нами. И мы будем это тоже. Это не пройдет мимо нашей студии. Мы сделаем отдельный вечер, посвященный басням. Да ты бы, Люся, лучше сама басни писала. А то мне после тебя все басни перешивать придется. Что бы, что бы. Какая же я после вас поснописица. Потом про стрекозу и муравья. Муравей, по-моему, безжалостный грубиян. Чего же он стрекозу прогнал? Ну и что, что она лето целое пропела? Заловьи поют. Поступай же он шофер в самом деле. Почему он стрекозу прогнал? И еще и танцевать оставлял. Я тоже танцую, девушка. И когда вырос, ты буду знаменитой, как Анна Павлова. Ненавижу вашего муравья. Танцуй, танцуй, дружок на здоровье. Я тоже муравья не совсем одобряю. И даже думаю, что когда он стрекозу прогнал, ему стало стыдно. Побежал он за ним. Вернул, накормил и приютил у себя до весны. В самом деле, тогда мораль и будет другая. Уплаживаются муравьи, которые в доброе сердце. Прощай, Дюска. В воскресенье опять зайду, поболтаю. Может быть, у тебя к воскресенью опять сто вопросов уехать? Нет, дедушка, ни одного вопроса. Не уходите, пожалуйста. Я же вам самого главного не сказала, как я ужасно, ужасно вас вернула. Крылов сам положил на личную головку свою мягкую теплую воду и ушел. Надь, давай начнем с тебя. Какие у тебя планы на этот год? И ожидания от этого театрального сезона? Ну, как уже известно, мы взяли пьесу «Девочка, где ты живешь?» И мне показалось, это просто фантастическая пьеса. И мы должны ее сделать просто на бис. И сделать это с первого раза, потому что, во-первых, это очень большая трудоемкая работа. Ну и, конечно же, хочется порадовать ребят, которые уже как бы отыграли ее. И хочется проявить себя с лучшей стороны перед ними, показать, что мы очень рады следовать за ними. И, конечно же, у меня тоже большие планы на будущее. И, естественно, это связано с актерской деятельностью. И, конечно же, я знаю. И, конечно же, я знаю. И, конечно же, я знаю. Мяу, 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 мяу. Мяу, 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 мяу. Мяу, мяу. Мяу, мяу, мяу. Мяу, мяу. Мяу, мяу. Мяу, мяу, мяу. Мяу, мяу, мяу. 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 Мяу. Мяу, мяу. 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 — Ну? — Что «ну»? — А что дальше? — Да, это всё. — А что же отец-то? Он вернулся домой? — Да это не важно — вернулся, не вернулся. Всё дело в ответе мальчика. — Что вы говорите, он ответил? — Он ответил — отец сидит там с пены у рта. — Ну? — Видите ли, соль этого анекдота, сочинённого мною, заключается в том, что мальчик ответил то, что называется буквально — он видел кружку пива с пеной, кружку, которую отец держал у рта, и поэтому ответил в простоте душевной — отец сидит с пеной у рта. А мать думала, что это фигуральное выражение, сказанное по поводу человека, которого что-нибудь взбесило. — Сбесило? — Да. — Ну? — Что ещё такое «ну»? — Значит, мать думает, что отец сидит и за что-нибудь сердится, а он на самом деле не сердится и просто пьёт себе приспокойное пиво, так? — Ну да. — Ха-ха-ха-ха! — Вот же ловко выходит! — Значит, она думает, что он сердится, а он вовсе и не сердится! — Ха-ха-ха-ха! — Вообще, знаете, эти трактиры! — Что? — Да, говорю, трактиры! — Если ещё, ну, если ещё, получается, не женатый человек, то тут нормально. — А если женатый, так ещё и без денег тут нелегко приходится, тут, знаете ли, вообще не до трактиров. — Как говорится, не до жиру, быть по живу. — Ха-ха-ха! — Ха-ха-ха! — Ну, говорил! — Значит, приходит сын домой, говорит, — Отец сидит в трактире, пену пьёт, сердится, — А мать-то, мать-то! — В каких дурах? — Расскажите ещё чего-нибудь, пожалуйста! — Эй, милый мой, тебя такую вещь не проберёшь, тебе нужно что-нибудь потолще. — Ну, пожалуйста, я вас прошу. — Ладно. В один ресторан пришёл посетитель. Оставив передний свой зонтик и боясь, чтобы его кто-нибудь не украл, он прикрепил к ручке зонтика такую записку. Владелец этого зонтика поднимает одной рукой семь пудов. — Попробуйте-ка украть зонтик! По обедам владелец зонтика вышел в переднюю, и что же он видит? Зонтик исчез. А на том месте, где он стоял, прибыл эта записка. Я пробегаю в час пятнадцать вёрст. Попробуйте-ка догнать! — Ну и что же он, догнал похитителя? — Нет, он его не догнал, да тут и не важно дальнейшее. Вся соль анекдота заключается именно в курьёзном совпадении этих двух записок. Автор первый, видите ли, думал, что он непобедим, рассчитывая на свои здоровые руки. И никак он не рассчитывал, что здоровые ноги гораздо важнее. — Важнее? — Да! — То есть... — То есть они важнее. — Абсолютно! — А ведь поймают вора в то время, как он писал записку. Он бы ему задал перцу, а? Тут бы никакие ноги не помогли, да? — Не знаю. — Это, наверное, давно было, в прежние времена. Потому что сейчас в передних ресторанах везде швейцары, которые отвечают за безопасность. — Да? — Ну... Раньше всё как-то проще было. Сейчас всё как-то культурнее. Да и бравства было раньше меньше, да? — Да? — Ха-ха-ха-ха! То есть... То есть выходит он, получается, из тротира, смотрит, где зонтик? Хоть-похоть! А зонтик это и нет! Это... Какие, получается, ребята бывают? Прямо-таки пальцы обратно не клади! Несмотря на то, что я провёл в театральной студии дебют два года, для кого-то это может показаться мало, но на самом деле это время стало по-настоящему волшебным. Оно заложило во мне фундамент для моей уверенности, что я буду стремиться к получению этого образования, к становлению настоящим актёром. И, невзирая на то, что на данный момент я поступил на совершенно другое направление, моя мечта живёт во мне, и я продолжаю заниматься театральной студией в стенах другого вуза. Однако всё это лишь благодаря нашим любимым педагогам Наталье Ирине Валерьевне. Я до сих пор не могу точно передать и выразить словами, насколько я рад, что когда-то пришёл сюда, решился и получил тот бесценный опыт, который живёт во мне до сих пор. С такой теплотой в сердце я вспоминаю всё время, которое я провёл здесь. Столько, столько всего тут произошло. В каждый спектакль наши любимые педагоги Ирина Валерьевна, Наталья Валерьевна вкладывают частичку своей души. Я научился многому здесь, и я связал свою жизнь с литературой. Мне вот те спектакли, которые мы как бы здесь играли, я взял произведения и все прочитал произведения, которые мы здесь ставили. Мне очень это понравилось. Я хотел поблагодарить лично за такой опыт, за поддержку, за мудрость, за всё, за всё моих дорогих педагогов. Вам спасибо большое. Я надолго запомню все годы, которые провёл здесь. Хочется вернуться сюда, а вот институт не позволяет. Понимаю, что выпускник, и вернуться сюда уже, может быть, и даже не получится. Но, на самом деле, посмотреть на молодое поколение тоже очень интересно, на как работают младшие группы. Ведь всё, что играли мы, по сути, сыграют и они. И это будет очень интересно. И желаю им хороших успехов, вдохновения, всего самого наилучшего. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну-ка, салютка, начинай! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребята, спасибо огромное, что нашли время. Встретились с нами, рассказали о своих планах, о своих мечтах и воплощении. Я желаю всем успехов, конечно же, справиться с возложенными задачами, с поставленными задачами режиссёров. Ну, Наталья Валерьевна и Ирина, вам талантливых учеников. Я знаю, что набор в студию открыт, продолжается, и вы всегда рады принять вашу дружную большую семью всех. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо вам огромное. Вы смотрели программу «Моя планета». Верьте в себя, и у вас всё обязательно получится. Пока! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА